привет зритель если ты видел обзор на мою медленноварку то тогда ты ничего не потерял а если не видел то быстрее иди смотри пересматривай и вообще плейлист техника ищи там эту медленноварку от хитфорд и смотри на нее я когда монтировал обзор то вырезала некоторые моменты вообще много дофига на меня что тогда общение от багдраф повлияло я много чего вырезала и короче там было три флаера по одному конкурс в инстаграм но там такая накрутка и вообще-то фигня по-другому напишите отзыв туда где вы это купили скрите скиньте нам скриншоты будет вам счастье то бишь весы весы пока мне не отправили ну думаю что наверно отправят потому что они написали им написать по поводу трек номера почтового если вдруг мне приспичит в конце февраля аж точно и да то 29 февраля короче говоря это вот за отзыв но я как бы отзывы всегда пишу когда покупаю технику а тут на днс я стабильно пишу как бы когда покупаю технику на днс я покупал на днс я не особо в это вообще верила он как бы ну сделал мне как быть с меня то не убот я как бы так делаю обзор техники все равно планировала и короче говоря и третье было где я вот не пролетела и вот это сейчас буду обозревать почему я вот так показываю потому что вот лицом ко мне там адрес мой почтовый а вы кому надо вам и до востребования сойдет а кому не надо тому и не надо знать лишнее короче говоря я сделала обзор там скинула ссылку на мыло по третьему флайеру все у меня флайеры там и если вам совсем приспичит дайте знать в каменты я потом сфоткаю и на стену в сообществе youtube нам выложу эту фотографию с этими флайерами и я так мало них этот конкурс осени прошлого года идет значит типа фотки в инстаграм обзоры на покупку китфорд и обзоры видео в общем скинула и там по моему в общем 3 февраля вообще первого числа первого первый день первый рабочий день следующего месяца у них как бы этот розыгрыш там три миксера планетарных и утешительный приз за участие чайник я как бы подрезервовала что этот миксер планетарный мне в принципе он не нужен мне есть нормальный советский миксер еще благодаря подписчице ренке минстера москва мне теперь есть погружной блендер спасибо это был подарок кстати на день рождения тоже обзор этого блендера погружного я делала от мулинекс и в общем как бы ну вот чайник прикольно но не будет как бы я ничего не теряю взор то я все равно собиралась на канал делать и в общем мне пришел мне написали на мыло что вот дайте нам ваш адрес я дала адрес мне сказали что значит не через одну две недели пошлется если мне приспичит трек номер я могу написать я написала и они мне ответили вот трек номер этот скотч отрепляю на самом деле у меня тут где то есть ножичек я его права но я пока отрепляю рукой скотч может и не понадобится ножичек может и понадобится и мне вот сегодня на мыло пришло там я установила это почтуло предложение вообще на моих посылках сайт такой мои посылки уже давно отслеживаю но тут что-то поставила на телефон это приложение мне намыло в телефоне темп уж уведомлением пришло что в общем она уже как бы буглича я вот после обеда пошла забирать там еще одна посылка была подписчика но у нас улическая почта она феерическая они то долго долго думают у что делать с курьерской доставкой мс то видимо первого класса с первым классом партон отправленная посылка у них считается что больно жирно не на решили для меня в этом в этот день две посылки получить и послали посылку от подписчика которая пришла в улич в данилов я не знаю зачем они в данилов ее послали там на почте на сайта почте почта сайте на моих посылках написано что вот из данилова она придет ко мне в углич обратно поэтому обзор у меня сегодня только одной посылки я вообще думала что д придется обозревать сейчас я это вообще как бы можно скотч творить прорезать можно было нужно взять я что-то не заметила что тут именно скотч не так приколола что такую бумажку в общем в итоге я все-таки с ножичком это сделаю я сначала думала открыть без вас и затестить а потом думаю что это все равно же обозревать мне просто потом еще в гости и я решила что на как бы время не тратить а убить зажарить двух зайцев к тому же у меня сегодня была на обед свининка свиные ребрышки я там в инсту скидывала фотку в куспыть я еще не запастила в общем вот так я подниму свои колени я поняла почему она в эту бумажку потому что там коробочка этого китфорта я думала нам просто будет почтовая коробочка и в ней ну сам чайник а тут она как бы если бы я пришла в магазин и купила так вот если вы не в курсе я потому что сама узнала только медвиноварку купила китфорд это российская марка производится на как бы в питере но собирается завод у них тупо в китае из-за чего это все дофига дешево медвиноварка мне обошлась 1599 рублей это на днс у них своего конкретного магазина нет у них есть сайт kitford.ru кажется но там в общем просто есть ссылки где там все можно купить на рекламу они не тратятся но вот если вы делаете обзор увидев в своей покупке в коробочке своей покупки техники от китфорд какой-то флор то скидывайте ссылку на этот обзор то раз в месяц вам короче есть шанс выиграть в этот раз вот чайник не знаю что у них обычно но не попался чайник и как бы они себя подстраховали на обзору не принимается то что вы получили в подарок за свои обзоры от от китфорд принимается на обзор только то что вы сами купили я считаю что в принципе это правильно у меня как бы есть электрический чайник я давно покупала за полторы тысячи сейчас до сих пор помню по каким-то типа наклейкам спинка моей подруги вот есть такие люди она когда-то вот у нее был такой момент она меня отговаривала с этой фигней а потом у нее пошел такой момент что вот ну я с ней из-за нее покупала кучу всякой ненужной фигни короче есть у меня тачаник не помню какой фирмы он такой голубенький когда светится и прозрачный вообще мне много что было в этом дикси с этих типа наклеек как бы под мне даже чайничек маленький такой электрический но не автоматически я его путешествие беру там на пол я это сделала уже у меня тут бумажка и можно пошуршать мне можно что-нибудь завернуть можно отрезать ровно и положить на кухонный стол на клееночку а на нее ноутбук я обычно просто когда работаю на ноутбуке на кухне то я ложу бумажку какую-нибудь на газетку а потом ноутбук у меня просто руки прилипают к этой клееночке и удобнее даже вообще хвостится мышку с ковриком там держать на этой газетке в общем у нас чайник кт 627 1,7 литра души у вас не чаю kitford.ru вот я не ошиблась kitford.ru на озоне я видела этот чайник что-то за 2000 так и кстати что хочу сказать медленоварки от kitford там была еще маленькая такая книжечка помимо инструкции по применению там еще было в общем что как готовить то я благодаря этой книжечке но еще благодаря одному форуму там нашла вообще пару форумов один я не помню другой по моему хлебопечка.ru и там очень много всяких рецептов именно для кухонной разной техники включая вот и от kitford и медленоварки вообще разные и конкретно какой-то медленоварки я там нашла много всякого интересного плюс еще как бы как готовить сгущенное молоко вот сгущенное молоко и медленоварки уже делала очень вкусно получилось так у нас kitford всегда что-то новенькое модель kt 627 напряжение 220 240 в вольт наверное реват хз 50 герц мощность 1850-2200 ватт много жрать будет но мне кажется все чайники много жрут тот чайник много жрет я его иногда достаю вот бывает что газ отключают вот ну надо быстрее бы как бы согреть этого чая хотя есть варианты вот сейчас вспомнила что можно и чай на свечке греть у меня есть свечка и штучка под эту свечку и чайник специально на 0 7 литров и он даже во взорах было в ранних и когда я тупо даже скидывала на youtube не воспринимая youtube как площадку для видеоблога так цвет серебристый металлик размер устройства 240 на 115 на 235 миллиметров размер упаковки 225 на 167 248 миллиметров вес нет 1 и 1 кг вес брутто 1 и 3 кг ну и посылка у меня была килограмм 350 что ли грамм как-то так чем туда читаю вот вот я думаю может я отдельно его запишу на ролик ну на видео на камеру как я его короче юзу потому что сейчас вот я хочу заварить чайку матю уже конечно поздно заваривать на бодрит я уже на себе проверила у меня там оказалось матя крепкая и матя супер крепкая и еще как бы сэнчу в принципе можно сэнчу заварить но тоже в принципе она меня бодрит и я подозраю что в гостях меня возможно кофе угостят лучше не мешать езжай уже а то будет супер метр колючей проволоки заварю просто зеленый чай так вот так он и вот так вот но она в камеру то показывала сама только пару этих самых рассмотрела о вау я читала отзывы на какие на какую-то технику китфорд тут два подарка получатся подарок обещанный еще внутри подарочек и на какой в какой-то технике китфорд в общем продавцу или обзорщику или кто-то там ну кто это делал дэнесси там попался магнитик и писалось что-то ну не во всех бывает этот магнитик это вкладывается где-то нет вот с этим китом я думала что он вывалится он окажется вот так тут книжечка еще души вас не чаю чайник hello я только сейчас рассмотрела как правильно выглядит этот кит я тут смотрела на днях буквально сегодня досматривала 4 что ли серии еще могу пролистала по диагонали и какие-то главы конкретно так корзинка фруктов фруктовая корзинка автора не помню но в общем хорошо что мангаки не дали рисовать это аниме я знаю что вышел ремейк я его еще не смотрю посмотрю когда-нибудь потом и вот что-то после всех этих дюйониси у меня тут кит я помню что в дюйониси вроде кита не было но как-то я глянула на этого кита и только сейчас поняла что он лицом к нам сейчас я вам поближе его покажу я давно как бы магнитики уже не коллекционирую из путешествий тоже не привожу но прикольно и он такой вполне себе плотненький магнитик хотела чайник обозревать а тут внезапный магнитик у меня даже некоторые магнитики вроде до сих пор какой-то коробочке лежат с киндерами которые помню когда только сюда переехала обещала обозреть даже вроде как у народа спрашивала надо ли и вроде как народ говорил что надо кит фарт в общем оказывается в россии делается вполне себе неплохая техника довольно бюджетная и при этом как бы ну не реинкарнация советского союза каких-нибудь там старых допотопных заводов которые вроде как помирали помирали нож или как вот у меня моя это макаронная машина которым я обозрела но до сих пор ролик все никак не смонтирую там на целый час и как-то мне все руки не доходят я чистить я частично когда сажусь за ноутбук и если вдруг меня торка то за малове я немножко так вот что-то срезала что-то где-то склеила что-то где-то дополнила но до конца но у меня в сохраненках висит на полноценно все никак не свояется в общем плотненький такой хороший магнитик не знаю к чему бы его при магнитике мир тут ничего такого нету чем можно вот у меня тут есть тоже никак не обозрел обозрел потому что слушайте она железная походу делали уж не знаю чем магниту помимо железа еще магнитится или нет в общем это у меня тут ножичек для пуэра вот пусть пока она на ножичке до пуэра где бы тут лежит вот здесь тут у нас книжечка я подозреваю что это инструкция по применению я вангую что кто-нибудь каментах мне напишешь что типа того что ну где чайник то чайник то мне кто-то в каментах писал но я решила что вот конкретный мат я удаляю агрессивный конкретный мат в каментах я удаляю какой-нибудь бред или от тех кто меня стабильно хейтил а потом пишет так вот но как бы он с одной стороны адекватный человек в том числе я подумают что это просто комплимент если не знаете подноготную изначально другой стороны тот кто пишет он как бы стебет меня чувак что сказал что у меня красивые волосы спасибо тебе вот такие каменты я буду дать оставлять а другие вот мне там один какой-то агрессивный чувак написал в каментах на днях вообще на мою кастрюлю которая обозревала зейден или что-то в этом роде а вот чуть не сказала что типа а пригорать не или нет думаю блин чувак это кастрюля в ней варят в любой кастрюле может пригореть при всем желании если очень сильно постараться но кастрюли все-таки в ней варят они жарят ух ты блин тут опять какой-то флайер вот мне похоже приходил фотоконкурс 10 призов лучшим фотографиям хочу я говорила но по-моему тупо накрутка потому что на сайте у них голосовал сначала за одно за другого чисто так лазово мне интересно было иногда фотографии тупо повторяются а потом вроде как еще конкурс не закончился в группе китфорда в контактике она уже вроде как что-то победила гарантированный приз каждому венчик для взбивания китфорд в принципе есть венчик для взбивания мне надо типа капучинатор мне его подруга все время подарила не точно такой же но этот раз я вам все-таки это обозрю и не буду даже вырезать что тут у нас шнековая сока выжималка роберт пересос напольные весы это первое место третье второе третье четвертое место и пятое десятое это напольные весы шнековая так сделай креативное качественное фото с техникой китфорд выложу инстаграм скитфорд ну вот этот диезик на латинице китфорд отправлять ссылку на опубликованные фото из инстаграма твой профиль должен быть открыт в раздел инст.китфорд.ру у меня вот этого не было пометочки на прошлой вот этой флайерке и венчик для взбивания твой забирай гарантированный подарок венчик и получишь шанс выиграть наши супер призы победители определяются онлайн голосованием на сайте китфорд ну может кому-то интересно вдруг у вас там есть какая техника китфорд потому что это было что-то у них новый какой-то конкурс осени и некоторые люди писали кидывали вот и читала фотки там история какая-то покупки что года два уже этот китфорд у них лежит вдруг они решили сделать фотку инсту так гарантийный талон то что мне до этого присылали но я уже говорила что не смогут и не участвовать потому что это подарочный приз как бы что нужно сделать чтобы забрать приз себе обозри и выложи вот я обозрела медленоварку мету чайничек закинули так акции распространяется только кстати о что хочу сказать забыла совсем акции распространяется только на территории российской федерации на один купленный товар можно снять только один видео обзор организатор праве обязать участника подтвердить факт покупки чеком приобретенного товара не мне кстати обязывали а так как у меня электронный чек то я делаем скриншоты скиднула то что мне dns на мыло скидывал с ними обзор техники китфорд на youtube получи крутой подарок но я думаю что у меня тоже неплохой подарок так это коллекция магнитов китфорд собери их все как босс тоже привет хэллоу дратути висит меня это слово дратути до видит неплохо и еще чего-то там ничего да у меня наверно привет как раз чем привет от хэллоу отличаются и дратути ну короче вот такая прикольная хренатень и тут у нас уже вот книжечка но у них тут показано чего у них еще есть там всякие пылесосы другой немножко чайник планетарный миксер уход и хранение ну как обычно в принципе и вот сам чайник сам чайник так и слышу какие-нибудь голоса лёля лёля когда сам чайник то покажешь короче сейчас я покажу вам сам чайник тут у нас мелкий пенопластик ух ты такой прикольный но он может быть не совсем пенопластик не знаю как его назвать потому что его не отломаешь как тот пенопластик который я как-то в smr замарила за смр еще как-нибудь у меня даже лежит еще целый пакет пенопластика и всяких каких-то пупырчатых пленочек для отдельного smr в общем вот такая штука скажите нравится ли вам какие-нибудь звуки с этой штукой тут у нас подставочка проложенная вот этой штучкой подставочка в пакетике холоденькая такая вот вот у нас тут этот проводочек с подставочкой чайник модель ктс 627 кейтфарт ничем не пахнет пакетик и под чайником еще одна жопка у меня очередная коробочка у меня коробочка от техники хоть попой жуй правда мой измельчитель рит все-таки оказывается умер там может конечно можно заменить ту фигню на так как она пластиковая хочу ее потом разобрать у меня есть всякие гаечные ключи и прочая требуха я сегодня окончательно в ремне почему-то мужском подруга вот мне так подарила в чем прикол не знаю но кожаная то то проделала в очередной раз дырку первый раз неудачно и гаечку закручивала гаечным ключом короче вот такой чайник вот это хренатень загорается когда он как бы включен я так поняла а потом сейчас не буду ничего нажимать ну вот эту не буду нажимать тут то понятно что вот это вот кнопочка это чтобы открыть крышечку прикольно тут сеточка вот тут круче вот здесь вот сеточка у меня там сеточка была вот на самой крышечке ну не то что сеточка какая-то хренатенька надеюсь он не заржавеет и будет служить мне долго и счастливо короче вот за мои труды монтажа и обзора я тут внезапно получила чайник не если честно до конца не верила все это потому что вот ну как бы мне не везет во всех этих розыгрышах и даже не то чтобы розыгрыш и по большей части ну как бы это все делается вот на грин маме очень часто это было один раз и только что-то получила когда уже как бы люди там стали говорить что типа вы разыгрываете а побеждают какие-то фейховые люди так что вот тут я очень даже круто спасибо китфорд спасибо мне что я купила и обозрела и скинула не все-таки повелась на эту на этот флайер скинул эту ссылочку на этот ролик в общем тут у нас деление пол литра семь семьсот пятьдесят миллилитров литр литр двадцать пять полтора литра и максималка 1.7 ну мне кажется это стандартно для всех электрических чайников максималка 1.7 вот тут выгравирована можно сказать китфорд с одной стороны такой вот отличный чайничек не знаю зачем тут вот эта штучка вот еще раз ну и сейчас я пойду его опробовать а вам спасибо кто осилил до самого конца до скорых встреч до новых встреч Продолжение следует...